Продолжение следует... Продолжение следует... Вам все равно будут видны сообщения, которые пишут в чат, у вас будет окошко, куда можно писать сообщения в чат, но видео не будет у вас мешать смотреть на презентацию. Это тем, у кого, если вдруг чат открыт, и он мешает. Вижу плюсы, прекрасно, значит, у всех все слышно, я уже почитала, кто из каких городов, очень хорошо, вебинар у нас однозначно международный, это прекрасно. Мы сегодня с вами поговорим о раннем обучении детей, мы поговорим о том, как и что можно делать с дошкольниками при подготовке их к школе, что мы можем делать в рамках изучения иностранного языка. Обязательно обсудим, что хорошо, а что не хорошо. Я вам и вопросы где-нибудь в середине вебинара обязательно позадаю, и буду рада ответить на ваши вопросы, так что пишите в чате. И в конце вебинара сделаю несколько объявлений, прежде чем дать код для сертификата. И завершим это все, конечно же, самим сертификатом. Итак, раннее обучение детей английскому языку на подготовительных курсах к школе. Начать хотелось бы, в принципе, с того, чтобы показать и посмотреть вместе с вами на то, как связаны между собой развитие и обучение. Синонимы ли это, что-то зачем-то следует, что-то из чего-то вытекает или как-то. Надо с этим сначала разобраться. Есть три таких основных мнения по поводу того, связаны ли развитие и обучение. Есть мнение, что они никак между собой не связаны. Так считали Зигмунд Фрейд и Жан-Пиаже. Они говорили, что развитие должно совершить определенные законченные циклы и определенные пункты. И должны созреть прежде, чем школа может приступить к обучению конкретным знаниям и навыкам ребенка. Цикл развития всегда предшествует циклам обучения. Бали за то, что между собой развитие и обучение они не связаны. То есть мы это видим по цитате. Также, по мнению Уильяма Джеймса и Эдварда Торндайка, развитие – это накопление опыта в жизни и в процессе обучения. То есть они считали, что это, в принципе, синонимы. И развитие, и обучение – это все одно и то же. И также еще было мнение, например, здесь у меня указан, да, Куртковка. Он говорил, что развитие произойдет в любом случае, да, а обучение может ему помочь. То есть все, конечно же, да, все ученые ставят на первую ступень, да, в самом главном выделяют именно развитие. Потому что без развития у нас обучение, да, не может, в принципе, наступить. Но кто-то просто считает, что это не синонимы, да, кто-то считает, что они и не связаны вовсе, да, так что мнения всегда разные. В основном мы сейчас и при разработке в ГОС дошкольного образования, да, учитывались труды Льва Семеновича Выгодского. И Выгодский считал, да, здесь у меня будут два слайда с двумя его такими хорошими изречениями как раз по поводу развития и обучения дошкольников. Хотя обучение связано непосредственно с детским развитием, тем не менее они никогда не идут равномерно и параллельно друг к другу. И это, да, закономерное высказание, потому что мы это с вами видим всегда на практике. Не обязательно, да, чтобы у нас, даже редко можно увидеть такого учащегося, у которого действительно развитие шло абсолютно равномерно с обучением, да, то есть абсолютно параллельно. Что-то будет где-то отставать. Даже если ребенок очень развитый, всегда может получиться так, что какой-то конкретный предмет или какое-то действие, какое-то упражнение ему будет не даваться. Да, то есть это абсолютно нормально. Между процессами развития и обучением устанавливаются сложнейшие динамические зависимости, которые нельзя охватить единый, наперед данный априорный умозрительный формулы. На это вот такие вот его золотые слова. И также он говорил, что обучение не есть развитие, но при этом, да, он давал сноску, правильно организованное обучение ведет за собой детское умственное развитие, вызывает к жизни ряд таких процессов, которые вне обучения вообще не сделались возможными, да, то есть без развития в обучении у нас многое бы что не получалось у учащихся. Обучение есть таким образом внутренне необходимый и всеобщий момент в процессе развития у ребенка неприродных, но исторических особенностей человека. Да, это тоже закономерно, потому что есть некоторые, да, действия, которые мы выполняем с учащимся только в школе. Да, возможно, здесь могут учитываться какие-то занятия, которые учащиеся посещают только в процессе обучения в школе, например, ну, допустим, ИЗО, да, когда мы посещали с вами уроки ИЗО, мы после этого все равно не стали с вами учителями, например, ИЗО, да, мы не художники, да, мы преподаватели английского языка, да, учителя английского языка. Да, возможно, у кого-то будет хобби рисования, да, это значит, человеку повезло и хоть что-то от того, что он посещал это занятие, ему куда-то потом, да, воздалось в жизни, но большинство, скорее всего, да, это никак, ни к чему не сыграло, да, роли в его жизни. Или, допустим, когда учащиеся посещают у нас какие-то занятия, скажем, музыкой, да, где они поют. Да, мы на уроках английского языка поем песни, да, рифмовки читаем и так далее, но в жизни нам ни рифмовки, ни песни, как правило, в том виде, в котором мы их учим в школе, не пригодятся. То есть они не пригодились нам для того, чтобы их применять в том виде, в котором нам их давали. Что касается двух уровней развития, да, обучение идет по двум уровням. Первый уровень – это уровень актуального развития, это все согласно Льву Семеновичу Выгодскому. И второй уровень, вторая зона, да, это зона ближайшего развития. Когда мы говорим про уровень актуального развития, то мы с вами переразумеваем то, что наш учащийся на данный момент сейчас может сделать. То есть на что он сейчас способен, что он уже научился делать. Как правило, те действия, которые у нас относятся в уровень актуального развития, учащийся может выполнять без помощи взрослого, то есть без помощи учителя. Когда мы говорим про зону ближайшего развития, сюда относятся все действия, которые учащийся уже может сейчас начать выполнять, но при условии, если он будет находиться под наблюдением учителя, с помощью, эти действия будут выполняться с помощью педагога, да, с помощью воспитателя. То есть вот эти два уровня, их обязательно нужно учитывать. И как раз именно развивающее обучение создает зону ближайшего развития. То есть когда мы на наших занятиях английским языком учащихся развиваем, то есть затрагиваем речемыслительное развитие, когда мы развиваем речь, мы развиваем мышление, когда мы делаем различные творческие задания, когда мы делаем задания, связанные с киноэстетикой, когда мы развиваем мелкую моторику учащихся на уроках английского языка, это все у нас может входить как в уровень актуального развития, а если это сейчас уже учащийся умеет делать, а без нашей помощи, то есть ему это абсолютно доступно. Так и в зону ближайшего развития, в том случае, если учащийся может сейчас начинать выполнять эти действия, но только в том случае, если мы их ему покажем, научим, как с ними работать, с теми или иными упражнениями, например, или как выполнять то или иное действие, и он уже сам научится его выполнять и делать. То есть вот они две зоны развития. При подготовке к школе, то есть по той теме, о которой мы с вами сегодня говорим, мы говорим об обучении, но на самом деле мы подразумеваем развитие дошкольников. Мы, быть даже эти дошкольники у нас шестилетками, то есть не совсем маленькими дошколятами, английский язык мы можем учить хоть в трех лет, но нет. Мы говорим все равно не об обучении, а именно о развитии дошкольников. В связи с чем? В связи с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ну а также, конечно, с современными тенденциями в методике преподавания иностранных языков. Мы, ребят, до второго класса по английскому языку все-таки в основном развиваем. За исключением, если у нас только в первом классе, ребята ходят у вас, возможно, в неурочную деятельность по иностранному языку, там вы их учите, потому что это все-таки обязательная деятельность, связанная с обучением. Все, что до первого класса, то есть те самые шестилетки, о которых мы сегодня с вами тоже будем говорить, это все развитие. Мы не ставим им отметок никаких, мы никак не проводим итоговую какую-то аттестацию, промежуточных тестов, ничего этого у нас нет. Соответственно, мы с вами никак не можем показательно проверить, наглядно проверить уровень, то есть проконтролировать уровень владения языком нашего дошкольника. Что мы можем? Мы можем, например, проводить различные праздники на иностранном языке, когда вы как раз в детском саду это все можете проводить и приглашать родителей посмотреть, или в центре дополнительного образования, где вы занимаетесь с вашими ребятами. Это будет как раз вот та самая отчетность, те самые такие показательные моменты, в которых будет понятно, что сейчас данный дошкольник умеет уже делать на английском языке, и что он еще не умеет делать, или что у него еще получается недостаточно хорошо. На занятиях английским мы, конечно же, развиваем наших учащихся речи. То есть мы затрагиваем language development. А что в данном случае будет входить в развитие речи? Посмотрите, да, это такое широкое определение здесь. Это процессы, этапы, методики, связанные с овладением средств как устной, так и письменной речи, в которых историзуются развитием навыков коммуникации, вербального мышления и литературного творчества. То есть это будет не только, как мы привыкли, да, в развитии речи считать развитие устной речи. Нет, это будет и письменная речь, в принципе, акт коммуникации, любое вербальное мышление, да, и также даже литературное творчество. Как же мы развиваем учащихся? По каким направлениям? Согласно ГОСДО, есть пять основных направлений развития. Это социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, а также художественно-эстетическое и физическое развитие. Что к ним относится? Если мы говорим про иностранный язык, то чаще всего мы относим его к речевому развитию, и к познавательному развитию. Но если более подробно рассмотреть, да, то помимо того, что напрямую, да, мы видим связь с речевым развитием и с познавательным развитием, тем, что указано, например, здесь в скобках на слайде, мы также можем отнести занятия иностранным языком к социально-коммуникативному развитию, потому что на наших занятиях учащиеся также учат нормы и ценности, как правильно общаться, о способах саморегуляции. И все это тоже затрагивается в рамках изучения иностранного языка. Художественно-эстетическое развитие. Мы даем предпосылки восприятия произведений культуры, когда, например, ребята читают стихотворения каких-то известных авторов, когда мы с ними разбираем или читаем, или инсценируем рассказы, сказки, да, драматизации прием, когда используем, все это будет художественным развитием. И даже физическое развитие, пускай совсем чуть-чуть, да, но вот на тех самых таких коротких перерывах, физкульт-минутках, которые у нас на занятиях тоже могут использоваться, да, они тоже будут затрагиваться и на занятиях английским языком. А речи-мыслительное развитие, да, то есть то, о чем мы говорим, когда мы должны вроде бы научить наших учащихся английскому языку, но при этом, да, мы все равно занимаемся не обучением, а развитием. Что оно в себя включает? Взаимодействие в игровой и бытовых сферах, познание окружающего мира. Это могут быть продуктивные виды деятельности. Чем больше продуктивных видов деятельности, тем больше нравятся занятия учащимся, да, то есть различные эксперименты, постановки, какого-нибудь конструирования, да, это ребятам нравится всегда больше. Вот, творческое развитие, развитие логики, да, развитие, собственно, речи как раз, да, то есть уметь построить акт коммуникации в той ситуации, в которой просит это сделать педагог. И так далее. То есть это все будет речи-мыслительное развитие. На что нужно обратить внимание? Что во время подготовки к школе важно не то, сколько наш учащийся выучил слов, да, не то, насколько мы смогли ему развить словарный запас, сколько мы смогли придумать различных заданий, чтобы у учащегося, да, пополнился, да, словарный запас. Это не самое главное у нас. Самое главное – это насколько действенным, да, высказывание, которое он хочет сказать, является для собеседника. И насколько высказывание, которое говорит наш ребенок, подготовительные группы, да, насколько оно подходит к месту, насколько оно правильно высказано, да, насколько он легко может и быстро сообразить, что ответить собеседнику. Это вот то, чему мы их можем научить во время подготовки к школе. То есть это вот такие в основном полезные лексики, которые они понимают, куда нужно применять. А не уже, да, не построение уроков все-таки в формате изучения алфавита, как читать, то есть все то, что уже дается учащимся в рамках ОМК, начиная со второго класса. Да, здесь мы занимаемся в основном развитием, короткие, небольшие фразы, песни, стихи, диалоги. Учим, конечно же, да, такие фразы обихода. То есть это то, что мы делаем во время подготовки к школе. Основные задачи у нас будут – это подготовить к школьному формату обучения. То есть вы понимаете, что это, и вы работаете, раз вы пришли на сегодняшний вебинар с детишками дошкольного возраста. Это не те учащиеся, которые у нас привыкли уже ко второму классу более или менее сидеть за партой. Да, и им это уже не кажется чем-то необычным. Для шестилеток, да, это все-таки еще такой незнакомый формат. Именно поэтому при школах организуют группы, да, где можно, откуда можно отдавать ребенка и готовить его к школе. Потому что именно вот когда он ходит в такие приготовительные группы, он попадает в здание школы, он попадает в настоящий кабинет, в котором, возможно, потом он будет учиться. Он видит, что такое, когда у тебя есть учитель, да, он тебя чему-то учит, есть доска, есть парты, да. Ты сидишь с кем-то за партой, да, у нас обучение по двое, как правило. Также при подготовке в школе у нас задача – это развить речевые навыки у дошкольников. Особенно ни в коем случае, чтобы не появился неожиданно ниоткуда языковой барьер, его не должно быть. Они ничего не должны стесняться, не бояться сделать ошибку, говорить совершенно спокойно, используя тот набор фраз, которые они должны понимать, что когда используется, какой-то лексики, которую, опять же, они могут использовать в разговоре. А также это развить мышление у дошкольников, память, подготовить руку к письму, мы это делаем на базе иностранного языка, соответственно, и привить интерес к изучению английского языка. То есть самое главное – это, наоборот, не отбить у них мотивацию к вашим занятиям, а только ее, да, так, подогревать каждый раз. Что можно делать для активизации мышления? Да, раз мы развиваем учащихся, значит, мы в том числе и развиваем их мышление. Это может быть развитие познавательной активности, это может быть развитие внимания, памяти, то есть все задания, связанные с этим. Формирование мыслительных операций, анализа и синтеза, да, когда мы делаем что-то, обобщаем, допустим, составляем из частного общее, наоборот, развиваем общее на частное. Это могут быть операции сравнивать что-нибудь, обобщить какие-то понятия другим, да, более общим понятиям. Когда мы развиваем способности к установлению и пониманию причинно-следственных связей, что, зачем происходило, например, оставь картинки в правильном порядке. И также это развитие мыслительных операций, которые позволяют выявить различия и сходство между предметами и явлениями, да, то есть, например, сравни две картинки, сравни две игрушки, найди разницу, найди, что одинаковое, да. То есть это будет все равно направлено на мышление, на развитие мышления. А что можно делать для того, чтобы активизировать лексику, то есть активизировать словарь у дошкалят? Можно, допустим, отгадывать предметы по описанию, да, очень распространенный такой формат работы. Он веселый, он задорный, в нем он будет сразу рук, предположение, что же загадал учитель. Это может быть сравнительное описание двух предметов, что разного или что, допустим, до схожего. Это может быть подбор синонимов и антонимов к определенным словам, да, таким образом они пополняют словарный запас на базе какого-то слова, которым они будут подбирать синонимы и антонимы. Это может быть подбор названий частей к названию целого понятия, да, допустим, это могут быть даже сразу, это задание соединено с сортировкой, да, с умением классифицировать. Например, вы даете карточки, на карточках нарисованы или написаны слова, если они у вас уже читают, лучше, конечно, нарисованы, чтобы они у вас по картинке произносили запомненное слово вслух. Там будет кабина, кузов, фары от машины, крышечка от чайника, носик от чайника, да, соответственно, учащийся у нас должен рассортировать карточки, что крышка от чайника и носик от чайника – это чайник, да, все вместе будет, а там фары и кузов от грузовика, например, это все будет понятие машина, да, то есть он разделяет сразу же и называет, да. Ну, здесь у меня пример привезен такой более, да, понятный для русского языка, вы можете лексику здесь заменить на ту, которая будет проще, да, у вас могут быть, не обязательно именно названия цветов, роза, дуванчик, василек, да, что-то будут цветы, да, у вас могут быть, например, все, что относится к girls и все, что относится к boys, например, да, у вас там, чтобы они сначала включили мыслительную операцию и подумали, почему здесь, например, мячик, а здесь кукла, да, почему вот в эту кучку нужно было отложить, не знаю, что, например, гумить, еще что-то, что из такого, из простого, да. Предложите коллеге, какую еще лексику бы вы отнесли бы и карточки бы к мальчикам и к девочкам. Вот, по-первых, делом всплыло в голове, что кукла это к девочкам будет относиться, например, а мячик к мальчикам. Что еще можно отнести к девочкам и что еще можно отнести к мальчикам? Что можно сложить в такую стопку из карточек, которую нужно рассортировать, сказать, что нарисовано на карточке и, соответственно, куда-то отложить, чтобы соединить мышление и расширение, да, активизация такого словарного запаса нашего, в активный словарь, чтобы все это превратилось. Бантик и, например, машинка. О, машинки, я забыла точно, почему-то мячик у меня сразу всплыло, а машинка нет. Вот машинку точно, да, они отнесут у вас к мальчику. А бантик, ну, бантик надо знать, как будет, да, это уже лексика, как вы говорите, может быть сложная для ребят. Заколка тоже может сложная быть, да, лексика. А вот юбка, например, да, если вы выучили уже одежду, да, то юбку, например, точно девочке отнесут, и никак ее нельзя отнести к мальчику, да, и так далее. Спасибо, коллеги, большое. Вот, да, несколько примеров того, что действительно могут сделать дошкольники, да, то есть дети, это мы говорим о шестилетках, да, то есть те самые, которые приходят, готовятся к школе. Это могут быть, например, подбор частных понятий к общему понятию и наоборот, то есть имена, например, надо собрать, да, если карточки цвета. Да, могут быть цвета, да, то есть вы их даете различные, да, обычно они такие изображены либо мазками, либо вы картон можете действительно просто разрезать на карточки, да, и эти карточки перемешать с чем-то еще, да, соответственно, они, например, должны по вашему заданию выбрать из всех карточек только цвета и еще их называть обязательно, да, или разделить на две кучки, да, какие-то два понятия. Здесь будут цвета, а здесь на прирастения какие-нибудь, которые они у вас уже выучили. Слово flower, что они у вас, grass, да, то есть самые-самые простые, что связано с животным миром. И это может быть также толкование многозначных слов, это, конечно, посложнее такие, да, случаи, или объяснение смысла устойчивых выражений пословицы поговорок. Это тоже посложнее, но для того, чтобы именно активизировать словарный запас, в принципе, с шестилетками можно попробовать и такие коротенькие диумы тоже использовать. Например, рассказать вам, что такое training cats and dogs. Что можно использовать из пособий? Мы с вами сейчас посмотрим на комплекс пособий тиньки-линки. Здесь пример из книги What do animals say? Последнее задание, то есть они уже изучили всех животных и какие звуки произносят эти животные, после чего нужно, соответственно, соединить название животного с картинкой животного, а потом животное с тем звуком, который оно издает. То есть нужно показать правильную карточку. Если учащийся всю книгу освоил, он, конечно же, без труда вам все здесь подберет и соединит. Или, как в данном пособии, это vegetable toys, нам нужно в упражнении на правой стороне страницы показать на загаданное слово. Либо вы загадываете слово, они на него показывают, либо, как здесь по заданию, нужно из четырех картинок найти именно картинку с словом potato. То есть если они поняли, что potato – это картофель, то они легко вам из того, что здесь предложено, что это огурец, что это редиска и помидор, они легко сразу же найдут вам именно potato и укажут на нее. То, что по заданию нужно указать просто пальчиком. Потом, в следующем задании, где у нас прописано слово, они должны пальчиком развить мелкую моторику и все это правильно постараться прописать, плюс это подготовка к письму. И в последнем задании на правой стороне страницы нам нужно соединить картофелину с тем, что можно из нее приготовить. То есть здесь, как минимум, нет там исключения, они точно скажут, что попкорн делается не из картофелины, мороженое точно тоже делается не из картошки. А слева, как вы видите, идет предъявление самого слова potato. Есть такая замечательная, милая иллюстрация, как зайчики делают бегемота из картофелины. Ребята могут, опять же, чтобы кинестетики все это запомнили, тоже сделать вы можете помочь им. Или дома они могут к следующему, например, занятию. Вы просите их, они вам приносят на следующее занятие. Это сделанную поделку из картофелины. То есть это будет еще и дополнительным таким заданием для ребят. Но здесь самое главное – это рассказ. Они должны у нас уже научиться немножечко все-таки читать. То есть они таким образом запомнили, что так вот на день рождения они там делали из картофелины гиппопотама, да, вот посмотрите, сколько здесь слов еще можно. «Мама» повторить, да, как будет «Зайчик», «День рождения», «Сегодня», «Числительные» 12 здесь, да, что еще слово «Surprise», да, то есть они это все запомнят из таких буквально трех предложений, потому что вы все занятие, все почти 20 минут, да, посвятите работе с этим разворотом плюс мобильному предложению. Мы его сейчас тоже посмотрим. И вот такое задание – «Опиши картинку». Почему бы здесь не попросить их описать картинку? Что они перед собой видят? Сколько огурцов они здесь видят? Сколько стульев в этой комнате? Сколько, не знаю, есть ли здесь посуда или нет посуды в этой комнате? Сколько палочек используется для этой игрушки? Сколько палочек всего есть на картинке? Сколько перца лежит на столе? Сколько перца лежит в банке? Вот тут все различные варианты. И что-то посчитать, и вспомнить название, да, и кто делает такую, да, гоночную машинку, что это зайчик. Вот, опиши картинку. Игры. Игра, например, такая настольная, есть в книге, в Индесире. Что мы делаем? Мы играем с кубиком, с цифрами, да, с точечками. Выпадает нужное какое-то количество точек, и, соответственно, столько же шагов, как в любой настольной игре мы проходим. От старта, да, допустим, попадая на второе окошечко, да, у нас написано, что мы не сетерн, мы даже ход пропускаем. А если мы попадем, например, на четвертое окошечко, на пешеходный переход, да, то мы должны пройти на два шага вперед. А если пока впоследствии мы попадем на тринадцатый, на тринадцатую ступеньку окошечка, да, в даунтаун, то мы на три шага должны будем вернуться назад, потому что в даунтаун большие дома, много людей, и мы потерялись. Да, вот такая вот замечательная логика, это все вот игра. Учим мы лексику по различным темам, да, мы можем, например, учить также правила дорожного движения, да, у нас здесь есть и pedestrian crossing, и само слово pedestrian, и road, и в задании, как вы видите, да, зебра присутствует, да, то есть это как раз, да, пешеходный переход, она с собой демонстрирует. И нужно в задании соотнести pedestrian crossing road и pedestrian, соответственно, с изображениями, что, какое слово и что обозначает. Ко всем пятнадцати книгам, да, у нас есть, соответственно, мобильное приложение. Посмотрите, пожалуйста, все эти пятнадцать книг соотносятся с пятнадцатью темами мобильного приложения. В мобильном приложении, да, есть также родительский контроль. Это справа в верхнем углу у нас, да, два человечка нарисованы. Это такой личный кабинет для родителя, который может, или воспитатель, посмотреть, какие задания делал этот учащийся, сколько времени потратил на выполнение задания, что получилось у него, что не получилось, да, то есть можно даже и поделиться. Результатами выполненного задания. То есть учащийся у вас все сделал и может отправить, например, своим родителям через мессенджер итог выполненного задания. Что внутри в мобильном приложении? Мы их знакомим с лексикой. Очень удобно, что рисунки все анимированы и озвучены, то есть мы на все можем кликать и слушать, что нарисовано, как это называется. Можно повторять сколько угодно раз, всегда это будет все проигрываться. Есть игры на развитие памяти, есть игры на скорость, есть игры на узнавание слова через аудирование. Вот, например, на развитие памяти. Давайте мы с вами, чем смотреть просто на картинку, посмотрим это на видео. Как работает игра с карточками? Напишите мне, пожалуйста, в чате, что у вас появилась заставка видео. Плюсики поставьте, пожалуйста, колени. Ага, вижу плюсики, прекрасно, значит прогрузилось видео. Я надеюсь, у всех все заиграет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Вот такое вот задание, да, то есть они в итоге, если все правильно выполнили, а здесь нельзя выполнить неправильно, да, они в итоге получают мультик, такой, да, подарочный бонус, да, здесь не мультик, а фейерверк. Вы видите, что опять же, да, все кликания на картинку, озвучивается сама картинка, да, что там такое нарисовано, то есть повтори, так как с первого раза открыть все сразу правильно не получается, то повторяемость здесь будет высокая, да, соответственно, не точно эти, сколько здесь у нас, четыре, раз, два, три, да, четыре слова запомнят наверняка. Наверняка, да, здесь это очень у нас удобное такое для этого упражнение. И как я уже и сказала, да, вы здесь видите в правом нижнем углу, соответственно, значок поделиться, то есть кликая на него можно поделиться результатом выполненного упражнения через, например, мессенджера. Далее давайте мы с вами вернемся к нашей презентации. Можно поиграть в такую игру, как понимание на слух. Здесь есть задание. В задании, как вы видите, у нас четыре картинки и пять попыток работы с такими картинками. Картинки каждый раз, в каждой новой попытке. Попытки отмечаются, если все правильно выполнено, наверху будет зеленая точечка появляться, если ошибся, значит, точечка будет красная. Появляются четыре картинки, мы кликаем на значок звука внизу, да, и слышим какое-то слово, например, toothbrush, как здесь в данном примере. Соответственно, если учащийся правильно выберет картинку и кликнет именно там, где нарисована зубная щетка, то он получает зеленый, да, закрашенный кружочек. Если вдруг он кликает, допустим, на стул, да, то кружочек у него закрашивается красным. Конечно же, да, он получает бонус в конце в виде фейерверка или какого-нибудь интересного ролика, только если ответил на все правильно. Когда мы возвращаемся из этого упражнения и заново потом в него заходим, у нас меняются картинки и все, да, уже заново будет. То есть с предыдущим даже разом будет повторяться, да, где-то приблизительно 50%. Следующий пример у нас – это игра, да, где нужно узнавать слово, которое прозвучало на скорость и кликать на то, что было озвучено. Например, если у нас озвучено слово pig, то очень быстро появляются данные животные, да, кто-то из-за пенька, кто-то из-за пригорка, кто-то из-за деревьев. Да, нам нужно быстро собрать, что pig – это свинка, соответственно, и именно на нее кликнуть. Да, то есть все это делается очень-очень быстро. Здесь есть часы, как вы видите, да, то есть упражнение на скорость. Давайте я вам покажу такое упражнение, но не с животными, не по теме животные, а по теме этой ABC. Там будут буквы появляться и исчезать. Так, я надеюсь, что у всех появилось. Так, вижу плюсики. Прекрасно, давайте включу. Прекрасно, давайте включу. Прекрасно, давайте включу. Да, вот здесь всего одна ошибка была, да, допущена, поэтому, соответственно, нас все равно похвалили, да, нам сказали, что здесь good job была произведена. И, да, такой бонусный в конце мультик все-таки появился был. Если же, да, больше раз ошибешься, соответственно, то такого уже бонуса не будет. И плюс вы видели, да, здесь предупреждают, когда уже время заканчивается, часы начинают мигать таким красным цветом, да, то есть вот такое вот задание. Конечно, оно есть на разных скоростях, да, то есть помедленнее возникают буквы, исчезают, да, чтобы для такого более, да, бегиного уровня. И уже есть, где буквы очень быстро все-таки появляются, исчезают. То есть если не успел, значит уже не успел. Давайте вернемся к презентации. Например, это на развитии мелкой моторики, да, то есть здесь мы видим, что в приложении можно раскрашивать, соответственно, да, определенным цветом картинку. Да, что-то у нас здесь уже раскрашено, что-то нужно еще раскрасить, да, конечно, для развития мелкой моторики, повторяя, конечно же, цвета, потому что это тема цвета, да, colors к книге, соответственно, одноименной. Это все легко, ребят, не запомнить. А нынешним учащимся, да, нашим, которые с самого рождения уже тянут руки к мобильным телефонам, все это очень точно понравится, да, они у нас сейчас такие digital natives. Далее примеры у нас, несколько буквально примеров из стихии загадки из пособия юридинальной Курбановой. Здесь задействованы у нас речемыслительные развития, плюс немножко творчества. Посмотрите, весь разворот, да, в данном случае вся картинка изображена с использованием как раз слова, которое мы изучаем, в данном случае оранжевый, orange. В презентации, в стихотворении на левой стороне страницы дается как раз само слово, оно вводится, да. Что оранжевым бывает? Без сомнений, каждый знает апельсин, грейпфрут, морковка. В сказках хитрая плутовка. Я надеюсь, ты запомнишь, что оранжевый цвет – orange. Да, и в загадке у нас, соответственно, ребята должны сами догадаться, как называется цвет. Желтый в красный добавляем, этот цвет мы получаем, и мы раскрасим апельсины, абрикосы, мандарины. Как красиво, не подспоришь, этот цвет, конечно, orange. Плюс, как мы видим, девочка пытается раскрасить картинку на мольберте, ей нужно помочь и дораскрасить картинку. То есть вот такое задание. На развитии мелкой моторики тоже здесь есть задание, они должны по выкройке со страницы 29. Точно все по выкройке, если они сложат, то получится самолетик, который очень хорошо полетит. Можно даже устроить соревнование, у кого самолетик дальше пролетит. Если у нас цвет, допустим, коричневый, то, соответственно, все будет в коричневых тонах, и нужно тоже раскрасить какую-то, докрасить какую-то игрушку, в данном случае, медведь. Проговаривание слов родного языка учит детей как раз различать отдельные слова и звуки, и отличать звуки в родном и в иностранном языке. То есть мы все это обязательно задействуем. При подготовке к школе с чем мы можем столкнуться? Мы должны учитывать индивидуальные особенности учащихся. Кто-то из них, как правило, они делятся на два фронта. Либо изучали иностранный язык до того, как пришли к вам во второй класс, либо не изучали иностранный язык до того, как пришли к вам во втором классе. Плюс также еще могут быть учащиеся, они могут быть у вас как в подготовительной группе, так и в втором классе с онлогопедическими особенностями, что тоже нам создает немножечко проблем. Как же быть? Важно все равно делать упор на воспитание интереса к предмету, на развитие коммуникативных навыков и на умение выразить себя. На что опять же следует делать упор? На то, что они еще не совсем самостоятельные шестилетки. Им требуется помощь преподавателя. И важное значение мы, конечно же, придаем методам развивающего обучения, то есть, чтобы все наши знания у ребят приобретались за счет выполнения каких-то развивающих заданий. Теперь у меня к вам вопрос, вот как раз тот, которым я вас предупреждала в начале вебинара. Устраивает ли вас скорость изучения алфавита во втором классе? Будет ли полезным, если учащиеся изучат алфавит раньше второго класса? И не потеряют ли учащиеся интерес к английскому, изучая его раньше второго класса? Как вы считаете, можно это все на севере вопроса просто выразить одно свое какое-то мнение? А меня интересует именно вопрос с алфавитом во втором классе и по именно мотивации к изучению иностранного языка, если вдруг учащийся начал его учить чуть раньше. Напишите, пожалуйста, из опыта у кого как. На утреннем вебинаре, например, коллеги писали, что они недовольны скоростью изучения алфавита во втором классе, что это то, на что как раз не хватает времени во втором классе. То есть знали бы дети алфавит, бы, писали сегодня с утра коллеги, то все бы шло потом проще намного. Вот Андрей Валерьевич писал, будет полезным изучить раньше и алфавит, и название животных, и цвета, и прочее. То есть, например, то, что мы с вами до этого смотрели, пособия, и нам все помогут. В чем это наша прям беда? Да, да, и нет, согласна. Лучше раньше. Интересно потерять, если все преподносить в игровой форме. Да, мы с дошкольниками, как вы видели по всем примерам, в основном только играем. Конечно, лучше, чтобы дети знали алфавит раньше. Так, вижу, плюс, минус, плюс, минус, точнее, так, не устраивает, будет полезным и не потеряют, согласна. Конечно, раньше. Алфавит учить даже с четырех, вот коллеги предлагают, в школе часов не хватает. Лучше начать в первом классе. Ага, не потеряют, вот Андрей Валерьевич, не потеряют интерес, ведут урочку, детей только прибавляется. Вот видите, хорошая, значит, у вас урочка. Правильно, полезно, не теряют. Мотивацию не потеряют, главное, правильная методика, согласна. Да, вот Елена затронула важную проблему, как раз ту, которую я кратко озвучила на одном из слайдов, да, что есть все-таки те случаи, когда у вас во втором классе встречаются те ребята, которые не учили иностранный язык, не знают алфавит и приходится на них как-то, да, делать особое внимание, потому что вы вроде бы должны все преподнести заново, вы не можете тоже, да, построить сразу работу. Так, а что, все знают алфавит и все три свои первые изготовленных занятия, допустим, которые были посвящены каким-то играм, да, на изучение алфавита, отбросить и сразу же начать с ними что-то там читать. Нет, конечно, да, у нас и учебники так не построены. Да, и поэтому приходится, да, выстраивать индивидуальную работу для тех, кто уже встречается вот с алфавитом только во втором классе впервые. И по поводу, да, первого класса, это действительно такая дыра в первом классе, я с вами согласна, Ольга, потому что у нас в первом классе не всегда дают урочную деятельность по иностранному языку. И из-за этого, да, у нас ребята до школы что-то, может быть, и учили, у них был кружок, возможно, по иностранному языку в детском саду или в какой-то центр они ходили. Если вдруг они обучение в первом классе не продолжают с иностранным языком, не занимаются, то у них все это абсолютно забывается ввиду того, что они не пользуются иностранным языком на постоянной основе. Да, потому что они не живут в языковой среде. Спасибо большое, коллеги, да, то есть мы с вами, опять же, с помощью этих вопросов выделили для себя основную задачу, это если мы работаем с дошколятами в каком-то центре или в детском саду у вас кружок, важно, чтобы они все равно у вас в развивающих заданиях и играх учили то, что им потом может пригодиться. Чем больше будет все-таки таких центров или детских садов, где учащиеся лучше, конечно, в детском саду, чтобы это была прямо группа, или чтобы шестередки, когда приходили на подготовительные занятия в школу, чтобы им предлагали еще иностранный язык для подготовки, ничего страшного, что его нет в первом классе, все равно можно заниматься, потому что так учащимся будет лучше потом в дальнейшем во втором классе заниматься. К вопросу как раз о том, что использовать, потому что коллеги обычно всегда пишут на таких вебинарах, что как быть, что использовать для занятий с дошкольниками, мне дали группу в детском саду, а эти же дети ходят в центр дополнительного образования, у них там уже есть пособие, я хотела использовать это же пособие. Пособий на самом деле очень-очень много, я вам покажу примеры из 12 шагов к английскому языку, это курс Альцлава Строича Миллинерда, здесь он состоит из 12 книг, из 12 частей, они небольшие, с разрезным материалом, с книгой для учителя или воспитателя, с аудиоприложением, то есть работать по книге очень-очень удобно, все, что нужно делать, прописано в методическом сопровождении. Внутри разноплановые упражнения, и послушай, расскажи, и как здесь ритмовка, например, такая подвижная, подвижная, которую нужно, да, проговаривая, выполнять, да, различные физкультурные такие действия. Вот как раз и в ГосДО у нас здесь реализуется, пожалуйста, физическое развитие учащихся на английском языке. Это пример из первого шага. Графические задания, да, у нас в прописях можно найти, у нас есть прописи для мальчиков и прописи для девочек, да, видите, тема того, что мы с вами в чате пытались вспомнить, какие карточки мы можем поделить между a boy и a girl. Вот здесь у нас для мальчиков король и лев, да, и, соответственно, буквы K и буквы L, и для девочек на букву K и буквы L просто будут другие слова, потому что есть прописи для девочек. Здесь мы видим солнышко и, например, на букву T у нас чайничек, да, то есть то, что будет такое более милое, девчачье, будет в прописи для девочек, все, что будет более мальчишече такое, оно в прописи для мальчиков. Вот, собственно, вся разница между прописями. По курсу 12 шагов на каждый год жизни ребенка здесь берутся 4 шага, и изучать по этому курсу английский язык можно уже с 4 лет, да, то есть если у вас есть 4-х летки, вы с ними работаете, вы можете брать этот курс с 4-х лет. На один год учебный у вас уйдет 4 книги. Все рассчитано, да, все очень удобно. Последние 4 шага – это как раз работа с 6-ти летками, да, 9, 10, 11, 12 шаги. В 9 шаге, да, у нас первый же урок связанный с темой школы. Мы готовим ребят, потому что они пойдут скоро в школу. Мы формируем у них положительное отношение к школе, и только положительное. Здесь у нас, и вот как мама ведет детишек в школу, let's go to school, и рифмовка уже связанная с темой школы, и, что самое важное, они начинают учить алфавит. Посмотрите, в какой интересной форме. Они должны раскрашивать яблочко. Яблоко у нас будет Apple. Это все у нас есть на аудиозаписи, все можете послушать. Яблоко они раскрашивают, буквку, тем цветом, которым она написана, плюс здесь нужно листочек и черенок раскрасить. Получается яблоко, первую букву алфавита уже они выучили, запомнили. В дальнейшем мы их и знакомим с жизнью начальной школы, что можно делать на перемене, какие есть занятия. И музыка здесь, и физкультура. И что с whiteboard можно интересно работать. Здесь она a blackboard. Классная доска, но такая она нарисована уже больше, как интерактивная доска. Мальчик нам говорит, I can see A. This is an apple. Девочка говорит, I can see B. This is a butterfly. То есть на каждую букву, которую они уже освоили, они к восьмому занятию несколько букв уже выучили, они могут назвать все, что они здесь видят. До буквы G они уже все могут назвать. По формуле, по одному и тому же образцу учащиеся продолжают говорить, что они видят на этой классной доске. Алфавит продолжаем изучать. У нас и такая вот книга ABC Book изображена на вводном задании. И ребята, потом у нас Let's read a book. Let's read. И мышка у нас, посмотрите, в третьем задании читает. Такая забавная. On the table I can see a book. In the book I can see a picture. In the picture I can see a bear, a dog, a hedgehog and a hare. То есть вот вам и рифмовка. И много новых слов, и точнее слова все будут в повторении. В четвертом задании у нас в унице буквка B. С помощью птички. То есть она у нас a bird. Когда мы изучаем алфавит, у нас встречаются вот такие вот замечательные задания с игрой. Играют они в поезд. Игра называется поезд. Как вы видите, карточки, которые внутри поезда изображены, некоторые из слов начинаются с буквы A. Как они играют в эту игру подробно описано в методических рекомендациях. Рекомендации по играм с карточками. Самое главное, это то, что здесь есть золотые билетики и серебряные билетики. Все это разрезается. И тем из ребят, кто говорит слово, начинающиеся на букву, ту, которая написана в данном случае, например, буква M, если эта буква стоит в начале слова, он получает золотой билетик. Если эта буква просто есть в слове, то, соответственно, он получает серебряный билетик. У кого в итоге по окончании игры больше всего золотых билетиков, тот и выиграл. Вот такая вот игра с карточками. Мы у ребят формируем интерес к чтению вот такими комиксами. Посмотрите, то есть на примере и с помощью использования фраз, которые нам пригодятся в дальнейшем. Все, что на букву B, это все тоже первый раздел, вы букву B изучали, у нас, соответственно, здесь выражено вот таким комиксом. Они и слова еще раз повторяют, и букву повторяют, слова с этой буквы повторяют. И все это на примере того, как хорошо читать, да еще и читать на английском языке. Плюс здесь есть такие в последнем шаге, в двенадцатом шаге, задания повышенной сложности с элементами чтения, где, как вы видите, в некоторых словах пропущена первая буква. Нужно вспомнить, как это слово, как будет по-английски, например, кошечка или кровать или собачка и так далее. Найти эту букву и правильно ее вписать. Если ты своей работой доволен, то ты себе раскрасишь такой вот, закрасишь с нее радостный смайлик. Если ты сделал ошибки, то, соответственно, ты раскрасиваешь себе грустный смайлик. Вроде бы, да, еще такой не тест, а вот просто самовыражение себя, да, вот нет, не доволен собой грустный смайлик, доволен собой радостный смайлик, да, все действительно по федеральному государственному образовательному стандарту. Нет у нас здесь ни баллов, не каитация на кокнеток, ничего этого нет. Исключительно развитие ребенка с помощью различных заданий на английском языке. Подводя итоги по нашей с вами теме, как показывают ряд исследований, то, что мы с вами посмотрели, различных исследователей, и практика преподавания, речемыслительное развитие крайне важно в возрасте 5-7 лет, то есть когда наши учащиеся готовятся к школе. Изучая иностранный язык до школы, мы не проходим программу 2-го класса, мы только облегчаем им работу в школе. То есть даже то, что они что-то забудут, а они за этот 1-й класс, за вот этот большой прогал, точно могут что-то забыть между детским садом, где, возможно, была группа с изучением иностранного языка, и школой во 2-м классе, где потом они встречаются, и каждый год будет до 11-го класса иностранный язык. За вот этот 1-й класс, если вдруг у них не было внеурочной деятельности, если никуда ребенок не ходил, он точно большую часть того, что изучил в детском саду, забудет. Поэтому постоянно лучше что-то с ребятами поддерживать, их интересы, что-то учить с ними. И в 1-м классе тоже на внеурочке. Если у вас свои дети, то тоже не забывайте про это. Если они еще и не школьники, это не значит, что им совсем не нужен иностранный язык. Им лучше немножечко облегчить потом жизнь, чтобы они уже более осознанно подходили к занятиям иностранному языку. И самое главное, не отбить у них желание его изучать. И подготовка к школе – это важный этап, который помогает создать преемственность и все-таки подготовить ребят к занятиям в школе, даже банально, морально. Вот такими вот заданиями, да, из, допустим, «12 шагов к английскому языку», где школа показывается именно в таком хорошем свете, да, в какие-то приятные моменты, интересные занятия. И алфавит вводится вот таким вот интересным образом. Теперь я вам сделаю, коллеги, несколько объявлений. Так, на сайте только первые четыре части. Сейчас посмотрю, это по ссылке, наверное, да, посмотрели это по ссылке. Сейчас тоже открою. Да, правильно, на сайте первые, то есть, да, вижу, ага. Четыре части, потому что вы перешли по ссылочке, и у вас здесь открыто четыре года. Посмотрите, пожалуйста, да. Да, данная ссылочка стоит именно на четырехлеток. Да, там слева выпадающее меню по возрасту дошкольников. Один год, два года, три года, четыре года, пять лет, шесть лет, семь лет. Да, соответственно. То есть здесь у вас просто для четырех лет открылось. Вот, пожалуйста, для пяти лет будет, соответственно. Здесь будут следующие части. Это для пяти лет. И, соответственно, для шести лет последние четыре части, они будут вот здесь. Да, посмотрите, полистайте. Там не только те примеры, которые я показывала, и другие еще тоже примеры есть. Ага, все, прекрасно, начали. Мы еще по сайту по англичеству, я сейчас еще покажу, как на нем найти всякие интересные вещи, чтобы тоже не возникало по ним каких-то вопросов. Но сначала скажу вам о двух конкурсах. Первый конкурс до 15 ноября у нас проводится в группе издательства во ВКонтакте. Чуть попозже у нас, если вы вдруг не пользуетесь ВКонтакте, но пользуетесь Фейсбуком, у нас, я вам заранее говорю, где-то через неделю появится такой же конкурс в группе в Фейсбуке. Так что, если вы вдруг на нас не подписаны в ВКонтакте, и вас там нет, да, вы за Фейсбук, тогда, пожалуйста, там смотрите за нашими новостями, у нас скоро там тоже такой конкурс будет. Пока что такой конкурс до 15 ноября у нас в ВКонтакте. Конкурс элементарный. Выиграть электронную художественную книгу очень-очень просто. Почему? Потому что у нас там целых три номинации. Мы выберем самый лучший, на наш взгляд, такой комментарий, в котором нужно написать пять плюсов от чтения электронных книг. Просто в комментарии к посту с этой картинкой во ВКонтакте в группе «Сдать по титулу» вам нужно написать пять плюсов, на ваш взгляд, от чтения электронных книг. Если вдруг ваш комментарий наберет больше всего лайков, то это будет при зрительских симпатии, тогда вы тоже получаете, соответственно, приз. И также можно просто ничего не писать, а поделиться, сделать репост этой записи с этим конкурсом. И среди тех, кто сделал репост, мы тоже методом, да, рандомным методом разыграем тоже электронную книгу. А вот какую электронную книгу уже победитель сможет выбрать сам, да, электронную художественную книгу на выбор победителя, соответственно. Вот три победителя у нас будут выбраны. Смотрите, как можно легко выиграть книгу. Также второй способ, как можно выиграть электронную художественную книгу. Второй способ. Так как у нас конкурс появился только сегодня днем, я сейчас вам его покажу сразу же на сайте. Сейчас показ экрана, коллеги, включим. Секундочку. У вас сейчас должен появиться экран. Здесь у нас такие баннеры переключаются. Пожалуйста, если вы сейчас зайдете на ingress-tichess.ru, вот я сайт показываю, ingress-tichess.ru, там, где вы смотрите, соответственно, все наши вебинары. У нас в последних сообщениях висит уже сейчас конкурс. Пока он здесь еще висит, я отсюда пока не перейду. Если что, то он есть на форуме в разделе конкурсы. Вот он конкурс. Конкурс называется «3 best questions to Ron Moraine». Что нужно сделать? В этой теме, вот здесь, соответственно, можно уже сейчас начинать это делать, задайте свой вопрос Рону Морейну. Рон Морейн у нас будет выступать с вебинарами. Посмотрите, да, в расписании вебинаров. У нас два вебинара запланированы 14 и 21 числа. И также Рон Морейн приедет в Москву и будет у нас выступать на семинаре-тренинге 30 ноября. Посмотрите, до 26 ноября можно задать ему вопрос. Он специализируется на task-based learning и на mind mapping. То есть заходите, задавайте здесь свой вопрос. Мы потом все вопросы передадим Рону. Рон выберет три самых, на его взгляд, лучших вопроса, самых интересных или самых вопросов с заковыркой. То есть вы смотрите на то, чем человек занимается, что такое по task-based learning, может быть, вы захотите его спросить, или по mind mapping. Вопросы, конечно же, на английском языке, чтобы мы ему ничего не переводили, чтобы он сразу же просто сам отобрал, что ему больше нравится. 27 ноября мы, соответственно, подведем итоги, а 28 ноября мы опубликуем для вас результаты. То есть 27 числа Рон выберет три лучших вопроса. Не сложно, зато в подарок можно получить электронную художественную книгу. Победителей будет три, так как вопросов мы выбираем, соответственно, три. Это первое, что я вам хотела показать. Далее. Семинар-тренинг, коллеги, призываю вас посмотреть про наш семинар-тренинг. 30 ноября, да, я про него только что сказала, на нем будет выступать Рон Морейн, и на нем будет выступать Петр Степичев. Да, посмотрите. Петр Степичев будет выступать с темой педагогика удивления, учебные игры на урок английского языка. Рон Морейн будет выступать у нас про mind mapping. И how to integrate task-based learning into your teaching plan. Очень интересные темы. Но вот я вас сразу предупреждаю, коллеги, вот эта цена, зачеркнутая 2000 рублей, действует у нас всего лишь еще два дня. Да, она до 9 ноября. Такая вот акционная цена. Потом будет подорожание на 300 рублей, а за неделю до семинара будет уже полная стоимость, потому что количество билетов у нас ограничено. Приобрести билетик себе можно здесь на вкладке «Обучение». Пожалуйста, EnglishTics.ru вкладочка «Обучение», «Семинары». Вот можно так найти этот семинар. Либо перейти по ссылочке, которую вам сейчас админ опубликовал в чате, либо если вы просто перейдете на самую главную страницу и кликните по вот такому баннеру, вы тоже попадете на эту же самую вкладочку, где можно еще раз ознакомиться с темами, посмотреть, где это будет проводиться. Это очный семинар-тренинг. По итогам, соответственно, в конце семинара будут выданы удостоверения о повышении квалификации на 16 часов. Это те самые гособразца зеленой бумаги, которые принимаются при аттестации. Все это будет проводиться в Москве в измайловской гостинице. Гостинице Измайлова. Если кому интересно, здесь наша лицензия завершена на ведение образовательной деятельности, согласно которой мы, собственно, обучение и проводим. И также, да, коллеги, обратите внимание на наши онлайн-тренинги. Да, у нас можно посетить онлайн-тренинги как онлайн, так и после того, как онлайн-тренинг прошел, можно приобрести запись, доступ к видеозаписи этого онлайн-тренинга. Видите, что цена немножечко отличается. Да, видеозапись чуть-чуть дешевле, чем онлайн-работа с лектором, через вебинарную площадку, через чат, да, то есть можно задавать вопросы, вам лектор на все абсолютно ответит, да, задание будет выполнять сами какие-то задания, да, такие практически. То есть все это при работе онлайн. И по итогам самого онлайн-тренинга вы получаете сертификат печатный, да, то есть он входит здесь в стоимость, он вам высылается. По итогам просмотра вебинара сертификат не выдается. Обратите внимание, про это здесь написано. Да, и доступ к видеозаписи предоставляется на 45 дней. Так что можно вполне найти время, остыть и даже несколько раз посмотреть видеозапись, если вдруг пропустили, например. Это то, что я вам хотела показать. Давайте мы с вами вернемся. К презентации рассказала, про семинар вам сказала. Осталось напомнить вам про дистанционный курс по повышению квалификации. Найти их можно там же во вкладке обучения. У нас сейчас два курса доступны на 16 часов и на 36 часов. По доступным ценам все, да, вы оплачиваете курс, проходите обучение в том режиме, в котором вам удобно, выполняете итоговую работу и получаете удостоверение гособразца. И последнее, что я вам хотела сказать, это про наш худбит. Да, у нас теперь издаются книги, электронные художественные книги, те самые, которые можно выиграть в конкурсах. Да, их можно не только выиграть, но и приобрести. Что замечательно, что отличает, да, эти электронные книги от любых других, это то, что у нас в электронную книгу встроено аудио. Да, то есть оно не находится отдельно, вам не нужно что-то где-то сканировать, то есть вы, закачивая себе книгу, купив книгу, получаете вместе с ней встроенное аудио, аудиоприложение, которое вы кликаете, да, соответственно, на play, да, и можете одновременно читать и слушать. То есть очень удобно, даже вот самим для просто развития словарного запаса, потому что они все не адаптированы, это замечательно, мне кажется, самому-то почитать, да, и выполнить свой словарный запас. Вот, собственно, все объявления, которые я коллеге хотела вам делать. Теперь я, как обещала, выкладываю вам код для сертификата. Вопросов пока вроде бы никаких больше не появилось. Код для сертификата в чате. Я уверена, что те, кто у нас уже на вебинарах были, помнят, да, что сертификат у нас можно получить бесплатно в электронном виде, да, по ссылочке. Пожалуйста. Или же сертификат можно заказать себе печатный, это стоит 150 рублей. Как получить сертификат печатный, указано на слайде. Да, вам для этого достаточно просто прислать нам свой электронный сертификат, написать в свободной форме заявку, что хочу печатный сертификат, и прислать свой почтовый адрес. Мы вам выставим счет, вы его оплачиваете, и после этого получаете у нас свой почтовый адрес Почта России печатный сертификат, если он вам вдруг необходим, да. Всякие ситуации бывают. Пожалуйста. Участвуйте в конкурсах, коллеги, да, заходите к нам в группу ВКонтакте, в Фейсбуке, подписывайтесь, да, у нас сейчас очень интересный контент, у нас много конкурсов, на всех конкурсах можно что-то выиграть. Да, вот сейчас целых два конкурса, две возможности, можно и в том, и в другом поучаствовать, так минимум сделать в одном репост, да, в другом придумать вопрос для Рона Морейна, напечатать этот вопрос на EnglishTiches.ru, в теме конкурса, и, соответственно, может быть, вы выиграете, как раз ваш вопрос выберет Рон, и вы выиграете электронную художественную книгу. Или рандомным способом, именно приложение выберет именно вас, чтобы в качестве победителя конкурса «Пять причин читать электронную книгу» и тоже выберите себе какую-то электронную книгу художественную. Коллеги, код для сертификата в чате. Спасибо, Андрей Валерьевич, завтра приходите. По проектным задачам и универсальным учебным действиям завтра будут вебинары в 11 и 5 провожу тоже я. Вопросов вроде нет. Спасибо большое за внимание, коллеги. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...